Олимпийский комитет России активно продолжает обеспечивать спортивным инвентарем школьные, студенческие и иные некоммерческие спортивные клубы в рамках программы «Олимпийская страна». Только с начала года более 60 общеобразовательных учреждений участников получили финансовую поддержку на эти цели. Проект «Проба пера» вошел в число восьми лучших. В результате конкурсного отбора были награждены Одинцовские общеобразовательные учреждения номер 17, 14, 9, 12, а также Васильевская и Каринская средние школы. Каждая из них досталось по четыре сетки, 80 ракеток и 100 упаковок валанов. Передан инвентарь на сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей. Это огромные инвестиции для школьников Одинцовского муниципального района. Ранее этого никогда не было. И первый раз по данной программе, программа международная, в ней участвуют 80 стран мира, наши дети сумели получить 6 грантов из 30 разыгрываемых в Российской Федерации. Поздравить наших юных спортсменов и руководителей школ с достойной победой на столь высоком уровне пришел и заместитель руководителя районной администрации Виталий Савилов. Как оказалось, он и сам очень любит играть в бадминтон. Во-первых, он доступен для людей. Не надо иметь особой подготовки. Но на самом деле это, наверное, обманчиво, потому что он дает хорошую физическую подготовку. Наверное, это один из лучших фитнесов. Я не скрою, я сам играю в бадминтон. И это спорт не для слабых. Спорт, который формирует хорошую физическую форму. Теперь наши школы, где и так популярен очень бадминтон, где в спортивных клубах школьных дети уже занимаются бадминтоном. Теперь у многих школ будет новый инвентарь. Выдали сегодня шести школам инвентарь. Наверное, им теперь будет гораздо интереснее заниматься, у них будет больше возможностей. И вид спорта, который уже у нас очень популярен в районе, уже который достигает результатов, дети уже получают награды на различных мероприятиях и не только региональных. Конкурсные материалы для участия в проекте от Одинцовского района подготовили и защитили в Одинцовском комитете директор Дюж Одинцова Владимир Леонтьев и его заместитель по учебно-воспитательной работе Янина Бердюгина. Подготовка к такому конкурсу требовала большой работы и колоссального опыта. Он у заслуженного учителя Российской Федерации имеется в достатке. Комиссия была представительная, было соцздравразвитие, образование, спорт, экономика даже была членом комиссии. И у нас главное, как бы по современному физику была, это о доступности программы. Программа доступна для детей, для учителей, для их родителей. Даже можно рассматривать бабушку и дедушку в школьном спортивном клубе. Для людей разного возраста, для людей разных весоростовых показателей и разным уровнем физического развития. Проект «Проба пера» позволит учащимся познакомиться с бадминтоном как на третьих уроках физкультуры, так и в рамках деятельности школьных спортивных клубов. Ну а свои успехи юные спортсмены смогут продемонстрировать на всероссийских соревнованиях по бадминтону, которые ежегодно проводятся специально для школьников в период весенних каникул. Следующая задача спортивной школы Одинцова – участие в проектах Олимпийского комитета и Министерства спорта по таким видам спорта, как хоккей и фигурное катание. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.